Друзья, сегодня я опять приглашаю вас на прогулку по улице Москвы. И сейчас мы с вами находимся на Мясницкой улице. Когда-то она была застроена лавками и домами мясников, а их слобода называлась Мясницкой. Так что в самом центре Москвы на улице можно было встретить, например, корову. При царе Петре I на этой улице стали селиться дворяне и новая аристократия во главе с князем Меншиковым. Одной из первых эта улица получила уличное освещение. Посмотрите, какое прелестное здание в китайском стиле. Оно смотрится каким-то волшебным. Разрешите представить чайный дом. Этот необычный дом принадлежал когда-то Сергею Перлову, одному из первых чайных торговцев России. В здании был расположен жилой дом и огромный чайный магазин. Но сначала он не был таким красивым. И вот однажды в Москву должен был приехать один из богатейших людей в Китае и остановиться в доме чайного торговца. Сергей Перлов поэтому заранее отделал фасад дома и магазина в китайском вкусе. Но гость не заехал в этот дом, а остановился у брата Сергея Перлового, тоже чайного торговца. А зря, среди москвичей, этот необычный дом стал самым любимым чайным магазином в Москве. А вот посмотрите, еще одно интересное здание. Это первый городской почтамп, построенный был больше ста лет назад. Отсюда отправлялись письма и телеграммы во все уголки мира. О нем я вам расскажу как-нибудь в другой раз. От почтампа мы выходим к Чистопрудному бульвару. Вот здесь разворачивается самый легендарный трамвай в Москве – Аннушка. Отсюда начинается красивый, самый популярный, привлекательный на бульварном кольце Чистопрудный бульвар. И это неудивительно, ведь его основное украшение – пруд, по которому он и получил свое имя. Кстати, всего 300 лет назад Чистые пруды называли погаными. Дело в том, что на улице Мясницкой, по которой мы с вами только что шли, торговцы из мясных лавок сбрасывали в пруды всякие отходы. Летом, когда в Москве стояла жара, над водоемом витали ужасные запахи. Летали огромные тучи мух, и люди старались обходить его стороной. Так продолжалось до тех пор, пока земли возле поганых прудов не выкупил князь Меньшиков. Он сказал – пруды очистить, больше туда ничего не бросать. И так появились Чистые пруды и Чистопрудный бульвар. Место быстро стало популярным. И уже больше 100 лет назад на Чистых прудах появился первый каток в центре города. Это один из самых знаменитых в Москве катков. И вообще, в окрестностях Чистых прудов можно увидеть много всего интересного и диковинного. Вот, например, дом со зверями. Гуляя по Чистым прудам, нельзя не пройти мимо этого дома. Москвичи называют его дом со зверями, потому что на фасаде дома изображены вот такие фантастические звери. Посмотрите, как красиво и причудливо оформлена лестница. Здесь животные сделаны в том же стиле, что и барельефы на самом доме. Внутри этого дома тоже интересно. Здесь находится морской аквариум. Давайте заглянем ненадолго. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Неподалеку от чистых прудов, на тихой удочке спряталось от случайных взглядов вот это интересное здание. Оно называется Дом Яйцо или Яйцо Фаберже. Так оно напоминает шедевры великого Фаберже. А вы знаете, кто такой был Фаберже? Карл Фаберже жил когда-то в России и был знаменитым мастером. Однажды император купил у Фаберже для своей жены эмалированное белое яйцо. Посередине яйца проходила золотая полоса. На этом уровне яйцо открывалось. Внутри находился желток из золота, в котором была такая же золотая корочка, а в ней корона из рубина с рубиновыми подвесками. После этого подарка Фаберже стал известным. Каждый год на Пасху семья императора заказывала у него яйцо. Вот так однажды, вдохновившись этими произведениями, и решил архитектор построить дом, похожий на Яйцо Фаберже. Рядом с чистыми прудами на улице Покровка находится дворец Апраксина Трубецких. По форме он напоминает старинный комод. Был такой раньше предмет мебели, красивый и очень громоздкий с большим количеством выдвижных ящиков. В народе этот дом так и называют «дом-комод». Когда-то он принадлежал семье князей Трубецких и был одним из самых известных в Москве. Здесь устраивались балы и приемы. В гостях у Трубецких часто бывал и Александр Сергеевич Пушкин. Сюда совсем маленького привозили его в гости. Вместе с сестрой они обучались здесь танцем и посещали детские праздники. Тогда в доме Трубецких часто проводили детские костюмированные балы. Давайте еще раз полюбуемся этим красивым домом. И пора нам заканчивать нашу прогулку. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok